всем привет у нас сегодня среда с 1 декабря кстати и мы сегодня начинать будем делать HVAC дактворк нашей пристройки вот здесь есть какой-то материал который нам поможет это осуществить здесь есть железные дакты которые нам это помогут сделать не все материалы еще есть на самом деле на дактворк так что будем по ходу пьесы что-то придумывать поехали у нас задача такая что с той стороны вон той дырочки которую я уже сделал необходимо спуститься вниз и вот здесь вот пройти и дальше опустить воздух вон туда у нас здесь уже пошла вот эта труба сейчас осталось соединить этот участок потом эту секцию снимаем и изолируем так чтобы засунуть мне эту трубу сюда сейчас я выбью вот эти вот 2 перегородки у нас труба идет таким вот образом смысл этого проекта в том что в гараже как в основной зоне fire hazard необходимо по ходам всегда проводить железные дакты и соответственно те дакты которые будут зашиваться в стены они тоже должны быть всегда железные металлические и поэтому поскольку у нас здесь нету никакого атика или crawl space а вынуждены делать сейчас вот такие вот крутые кастомные дакты и все будет по красоте любить и жаловать да и вот нам таких надо дактов кастомных 14 на 5 загнуть на где-то 20 фит 20 фит получается нам надо где-то и по 3 фита 7 штук все как в магазине кстати это не 26 тысяч это 24 на еще знаешь что я узнал берешь линейку просто вот так вот берешь и рисуешь ножом и автоматически из-за того что ты проводишь ножом несколько раз он принял а да по диагонали надо с двух сторон и все вуаля недавно такое-то интернете посмотрел чувак выберет просто разлиновывает он отвертку берет и прям нажимает отвертка по линейке по диагонали все у него жесткость диагонально увеличивается в разы то есть он не будет плавать когда будет надуваться вот так вот в общем у нас получилось 7 штук 7 с половиной вот у нас бракованный еще материал получился и сейчас мы эти все 7 штук будем соединять вот в этот ряд и этот дакт воздуховод пойдет внутрь дома вот видите тут внутри вернее в полу есть отверстие и туда пойдет один и как резиста мое ощущение что надо нажимать сильнее просто но поскольку это гейдж просто мощный то у меня не хватает просто сил нажать достаточно это надо было до 26 можно такое сделать провернуть а здесь 24 там это проблематично далее мы обрезали концы подготовленных на листогибе дактов и начали их соединять между собой как оказалось проще всего это делать болгаркой отрезать эти уголки дальше я соединял дакты между собой и скреплял их лентой которая уже идет вместе с мастикой вот и подошел первый день к концу установки воздуховодов на моцарте это у нас так скажем mechanical graph будет завтра у нас приедет инспектор мы будем завтра продолжать устанавливать воздуховоды так что в принципе возможно даже мы закончим за два дня сегодня основное время много очень времени заняло около трех часов подбор именно материал и забор его с магазина поэтому можно сказать мы делали только основном сегодня подготовку так что завтра возможно мекканикал раф будет готов и если он будет готов завтра я завтра инспектора спрошу нужно ли нам на механикал раф подготовить уже херстест то есть home energy rating system то есть проверку на утечку дактов если скажет да давай то я приглашу майка нашего херстестера который за 240 долларов сделает сертифицированную проверку дактов и все в целом нарисовывается та картина которая мы предполагали с юра предложил нормальный вариант как можно сделать хорошему по-красивому потому что он уже давным-давно этим занимается можно было бы конечно пригласить наших парней это сделать но хотелось именно наш дом полностью проконтролировать лично самому практически участвовать потому что возможно я туда еще и перееду вот такие дела увидимся в следующем эпизоде всем привет сегодня у нас второй день механикал только что здесь был товарищ инспектор и сделал с нашего пламбинга большое спасибо архату и сделал пас электрикал большое спасибо диме электрику который акцент электрик дима и славе и азаму архату большое спасибо короче все прошли единственное из замечаний было что я не учел по плану что нужно протягивать кабель питания на смог детектор это обязательное условие когда пристройка свыше 400 скверфит и когда вообще любая пристройка свыше 400 скверфит надо делать вайрес смоук детектор так что такие вот классные дела и очень рад что все получилось получилось просто очень хорошо и по архату замечание было то что он заизолировал горячую трубу халф имчевой изоляцией в гараже а ее надо типа изолировать вот эту вот трубу имчевой изоляцией вот так вот идет горячая труба уже в изоляции он говорит нужно ее более толстую иметь изоляцию вот так вот мы все это продолжаем плясать вместе с дактву и все поехали смотри вот там это подгибаешь и на входе а у нас цветы лифт уже не надо затонуть а я поэтому и там и там подрезал вот чуть-чуть подгибаешь и того что на хом гимковский хитами там но там очень металл но для этого вижу у них вот это ребрышки есть поскольку первый день мы только подготовили план проект как будет соединяться эта труба на второй день мы трубу эту сняли и начали уже наносить на нее изоляцию предварительно также прокрасив все швы пукой пука это такой дакт силан который называется воздуховодный герметик можно так его назвать и у американцы называют пуки как как будто какая-то карках из-за того что он как-то похож на то ли на овсянку то еще на что-то в общем очень классная вещь если какой-то дакт течет значит просто и чвакер кондиционер щик или воздуховодчик просто применил мало пуки поэтому не бывает мало вернее не бывает много пуки не надо ее никогда жалей после того как мы все обмазали мы заизолировали так называемой изоляции которая называется бабл раб то есть бабл это пузырь в раб обертка пузырчатая обертка называется в местности вот такая вот изоляция на самом деле у нее степень изоляции равна r4 и 2 так что иногда инспектора спрашивают сделать два слоя этого бабл раб чтобы достичь степени изоляции r8 далее я подцепил гибкий воздуховод к этой металлической трубе полностью ее закрепил с помощью зиптая промазал обязательно пукой предварительно скрепив этот зиптая двумя саморезами и мы это все дело засунули уже существующий атик где у нас находится фенкойл с хит-помпой дальше мы попытались закрепить более жестко уже изолированную трубу и уже соединили все те места которые в тех местах где труба соединялась между собой и также заизолировали дальше перешел на второй этаж где установил два воздуховода уже для двух туалетов закрепил этот воздуховод в принципе он полностью квадратный и перешел уже на первый этаж чтобы делать уже второй сэндвич для правой стороны дома как было задумано по генплан эта сторона уже использовалась воздуховоды которые мы приобрели в магазине а вот сейчас вот вы видите тот который мы изготавливали именно на листогибе опять-таки мы полностью изолируем все воздуховоды с помощью bubble wrap который у нас R4.2 вообще на самом деле мы потом еще будем делать спрей-фоам и вся эта изоляция еще дополнительно задуется с помощью воздушной изоляции я уже дома и я хочу завершить это уже видео потому что уже достаточно заснимал завтра будет я надеюсь третий последний день нашего mechanical на моцарте и можно будет звать инспектора на mechanical graph и после этого можно назвать фреймера который будет делать софиты и после этого можно будет звать graph frame называется чтобы он проверил не напилили ли мы лишнего все на этом прощаюсь увидимся в следующем эпизоде пока а а Продолжение следует...